Читается неусыпаемый псалтырь, который, конечно, очень помогает и чувствуется, когда читается неусыпаемый псалтырь, поддержка для сестер, все-таки там на каждой слайде поминается. И люди подают очень много синодиков, двое у нас химницы, которые читают синодик только тетради, они уже следят за тетрадями, библиотекарша. Ну, сейчас вот собираемся открыть больницу, и, если Господь даст, они хотели такую благотворительную аптеку открыть для людей. В трудах и молитве проходит жизнь в обители. Принимая на себя подвиг монашества, человек полностью отдает себя во власть Божию, отрекаясь от собственной воли. Послушание есть величайший добродетель, это есть тот путь души, который ведет ко спасению. Неустанная молитва составляет основу монашеского жития. День в монастыре начинается в шесть часов утра чтением полуночницы и акафистов Иисусу Сладчайшему и покрову Пресвятой Богородицы. В восьмом часу начинается чтение часов, а в восемь – литургия. После литургии совершается молебен Блаженной Старицы Матроне. Потом сестры трапезничают и расходятся на послушание. Несению послушания в обители сопутствует непрестанная молитва. Сестры поют на клиросе, следят за чистотой и порядком в храме, трудятся за свечным ящиком и в церковной лавке, на кухне, в трапезной, гостинице, на складах, библиотеке. Канцелярии и бухгалтерии шьют монашеское облачение и церковные ризы, занимаются выпечкой просфор, льют восковые свечи. Им приходится делать все своими руками. От уборки территории до вождения автомобиля и наблюдения за строительством. С помощью Божьей сестры успешно справляются со своими обязанностями, и веруя, что Господь воздаст им за их труды. Так и подвиг Святой Блаженной Матроны Московской заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей любви к Богу. Именно о таком терпении, которое будет спасать христиан в последние времена, пророчествовали святые отцы церкви. Как настоящая подвижница, Блаженна учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая телесно, она учила и продолжает учить истинному духовному зрению. Не имевшая возможности ходить, она учила и учит идти по трудному пути спасения. В 17 часов начинается вечерняя служба. В среду вечером во время службы нараспев совершается акафист святителю Николаю. День заканчивается крестным ходом вокруг монастыря с чтением молитвы Богородицы Девы Радуся. Общее молитвенное правило и безропотное несение послушаний, а также регулярный круг богослужений, чтение Евангелия и поучение святых отцов, духовные беседы Матушки и Игумени с сестрами, ее личный пример отречения, беспрекословного послушания священно-архимандриту монастыря, святейшему патриарху Алексию, все это служит воспитанию в сестрах кротости, смирения, отсечения своей воли и терпения. Когда смотришь на сестер за их работой, кажется, как легко им дается этот тяжелый труд, спорится и ладится всякое дело, и начинаешь понимать, что дает Господь им силы для этого через их терпение, смирение и молитву. Но самое главное послушание в обители это помощь всем приходящим в монастырь. Люди приезжают со всех концов мира, по многу часов стоят в очереди, чтобы приложиться к мощам блаженной старицы Матроны. И для всех них обитель должна стать своей и родной, укрепить богомольцев добрым словом, обогреть ласковым обхождением, а иногда надо просто накормить или напоить горячим чаем. Все это лежит на хрупких сестринских плечах. И да даст им Господь силы пройти этот нелегкий путь послушания в деле спасения своей души. И стоит Покровский обитель в центре Москвы, огромного шумного города, как островок молитвенной православной жизни. Но душе всегда хочется уединения и еще большей близости с Создателем. Игумене монастыря Матушка Феофания искала для сестер в Подмосковье такого тихого уголка природы, где можно было бы душой отдохнуть от суеты большого города, помолиться и приложить свои труды для обеспечения обители всем необходимым для жизни насущной. Таким местом и стал храм Казанской иконы Божьей Матери в селе Марково, переданный в 1998 году в качестве подворья Покровскому женскому монастырю. Этот храм, воздвигнутый в XVII веке, сооружение уникальное. Сам храм по редкости и красоте архитектуры представляет собой археологический памятник русского зодчества. Храм Казанской Божьей Матери был передан Покровскому женскому монастырю в разрушенном, оскверненном и крайне плачевном состоянии. То, что не доделали богоборцы в 20-е годы, доделали непогода, пожар и набеги варваров-туристов. Как не трудно начинать новое дело, но с молитвы ко Господу, заступничеством блаженной Матронушки, шаг за шагом двигалось устроение хозяйственной жизни. Так сестрам на деле удалось восстановить подсобное хозяйство по примеру древнейших обителей России. Ну все, можно сказать, просятся только на подсобное хозяйство. У нас прям все, все очень любят подсобное хозяйство, конечно. Ну мы все условия сделали, чтобы можно было, конечно, и жить, и трудиться. Прихожане у меня... Ну первое время, конечно, они не очень так в храм ходили. Очень трудно пришлось, ведь все-таки 70 лет не было храма, закрыт был. Поэтому мы стали их как-то проповедями, библиотеку свою открыли, они получают у нас книжечки духовные. И вот так потихонечку стали работать. И они приходят, вам сказать, вот летом они нам всю картошку помогали убирать все. И мы их кормим, конечно, каждые у нас субботы, воскресенья, праздничные дни. У нас всегда мы им обед накрываем. Первый, второй, третий сразу все. И выделяем, конечно, продукты питания. Здесь очень бедно живут старики, можно сказать. Молодежи нету совсем. Хотя и мы прежде чем когда подворье сюда открывали, открывали, здесь даже магазин не было, даже палатки. Им привозили один раз в неделю хлеб и молоко. Вот как открыли подворье, сразу открыли магазин и палатку открыли. Администрация нам очень помогла. Матушка, а как сказать, вот вы именно это место выбрали? Потому что в Подмосковье оно большое. Вот как вы именно сюда-то попали? А прежде чем поехать мне выбрать подворье, я подошла, а у нас уже мощи как месяц лежали, как привезли, еще не канонизировано. Подошла к мощам. Можно сказать, прям попросила ее. Никогда ее не просила. Вот искала, сколько подворья. Я говорю, прям вот взяла лепесточки Матрону. Говорю, Матрону, вот первый, последний раз еду. Если я не выберу это подворье, вот сейчас этот татаринцам мне не понравится, то я село Троицкое беру. И поехала вот спокойной душой. И прям в этот же день вот я как-то стала ехать обратно. Я все-таки заставила водителя, говорю, пойдем вернемся. Мы не думали, что на Москве реке храм будет стоять. И мы по полю пешком шли. Там километра два, наверное, шли пешком. И когда увидели набрым Москвы реки, и мне прям так понравился этот храм. Я говорю, нет, вот этот храм буду брать. Мы спросили на дороге милицию, как подъехать, они нам показали. Я посмотрела храм сразу, мне понравилось. Я посыпала сразу песочка вокруг. И стала поле тоже посыпать, тоже здесь. Но не хватило лепесточки, чтобы побольше. Думаю, ладно, потом посыплю. Вот сколько посыпала, вот столько поля нам и дали. Да, прямо очень чудом, конечно, это подворье. Написала прошение. Как раз у меня были все фотографии храма этого. Святейший говорит, такой разрушенный. Ой, как ты будешь устанавливать? Ну, я ему сказала, там место очень красивое, я ему сказала. И администрации сказали, что мы бы все равно не смогли этот храм восстановить, потому что самая разрушенная тут Казанская Матерь Божия в село Марково. 25 июня 2000 года на подворье приехал священный архимандрит Покровского женского монастыря, святейший патриарх Московский и Всеруси Алексий II. Он осветил кресты храма, которые в его присутствии воздвигли на купола. Так начались сложнейшие работы по возрождению былого благолепия старинного храма. Его святейшество также осмотрел подсобное хозяйство и благословил матушку Феофанию с сестрами на дальнейшие труды. Удивительно, как тонко замечает первосвятитель все нюансы, подмечает, казалось бы, мелочи, вникая во все подробности хозяйственной деятельности, но, как важно, каждое его напутственное слово для сестер обители. Ведь за каждым его замечанием стоит огромный духовный опыт и знание реальной жизни. А вот таким Казанский храм предстал нашему взору в 2004 году. По примеру старинных монастырей, подворье Покровской обители обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией на всю зиму. Господи, как радостен труд во славу Божию! В восстановлении подворья монастыря, оформлении бумаг, большую помощь оказывает администрация Раменского района. Монастырь благодарит всех, кто оказывал помощь за поддержку усилий обители по укреплению подворья и возрождению церкви иконы Казанской Божьей Матери. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чтобы попасть на подворье в село Марково Раменского района Московской области, надо ехать по Казанской железной дороге до станции Раменская, далее автобусам, которые ходят через каждый час до села Марково. Сестры-обители ждут всех православных верующих на богослужения, которые совершаются в выходные дни и по праздникам. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПАСХА 2003 ГОДА Сколько тысяч людей собралось на этот светлый праздник Воскресения Христова, чтобы разделить свою радость о воскресшем Господе вместе со святой блаженной Старицей Матроны. Досточные братья и сестры, паломники обители Покровской и Московской, спасибо вам за ту честь и за то внимание, которое вы в этот день оказываете обители ради блаженной Старицы Матроны, пребывая с различных приходов, монастырей, областей и храмов. Посещая этот уголок Москвы, чтобы сподобиться, приложиться к честным и нетленным останкам святой Старицы и спросить ее заступничество, ее молитвенного предстательства за каждого из нас и спросить разрешения тех трудностей и сомнений, которые нас с вами посещают в жизни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Чин облачения насельниц обители в послушнические одежды – это первая ступень будущего нелегкого монашеского подвига. Сестры передают себя воле Божией, веряя себя настоятельнице. Блаженная Матушка наша Матрона, благослови их на этом нелегком пути. И как на путствие будущим сестрам вспоминаются слова блаженной старицы об участи людских душ в загробной жизни. Думай о себе почаще. Каждая душа будет отвечать за свои грехи. Что тебе до чужих грехов? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И идут сестры к раке блаженной Матронушки, чтобы приложиться к честным мощам и получить ее небесное благословение. Матрона при жизни своей земной учила всех приходящих к ней предавать себя в волю Божию, жить с молитвой. Часто налагать на себя и окружающие предметы крестное знамение, ограждаясь тем самым от злой силы. Советовала чаще причащаться святых христовых тайн. Вот ее слова. Защищайтесь крестом, святой водой, причащением частым. Перед иконами пусть горят лампады. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Когда я первый раз вошла в монастырь, 1 октября 1995 года и ночевала в эту ночь, я увидела сон. Конечно, я очень немножко так испугалась. Такой был очень сон. Видимо, все, кто был похоронен на территории монастыря, мне приснились. Я вижу сон, как будто столбы людей заходят в Покровский храм, где именно мы только-только вошли, где ночевали. Я смотрю с предела, думаю, кто же там идет. И все хором говорят, наконец-то открылось. И все идет, все середины предела идут, и прямо началось такое пение. Я проснулась, я так испугалась сначала. Потом поняла, что это все, кто здесь похоронен, были все очень рады, что наконец-то открылся храм. Всегда, когда праздник Покрова Божьей Матери, у нас крестный ход вокруг территории. И служим литью за покойным, которые были здесь в убогих домах похоронены. Это в историю входило. Вроде и праздник престольный. И когда мы крестным ходом идем, служим литью на улице.